Привет, интернет! С вами Илья, и это новый выпуск рубрики Игровой Андроид Фрэш. Надеюсь, что эта неделя у всех удалась, и теперь у вас есть немножко времени, чтобы расслабиться и поиграть в лучшие новинки для наших андроид-устройств. Ставим пальчики вверх, набираем нужное количество и... погнали! Начать я хочу с очень необычной игры Hello Stranger, или Привет Незнакомец, если говорить на нашем могучем языке. Перед нами приключенческая игра в очень таком необычном стиле. По сути, мы просто будем участвовать в неком диалоге с бедным парнем, который попал в беду. Мы выступаем в роли, так скажем, спасателей, и наша задача это помочь человеку, который нам пишет. Человек этого зовут Макс, и он оказался на дне какого-то океана. Он ничего не помнит и просит нас о помощи. Наша задача всячески поддерживать героя и помочь ему найти выход из этой странной ситуации. От себя хочу добавить, что игра реально просто потрясающая, она держит в напряжении, и это такая вот интерактивная книга. По сути, в этой книге мы будем сами принимать участие и вносить свой такой вклад. Мне на самом деле формат такой очень понравился, и на мой взгляд, он весьма необычный. Сюжет игры я раскрывать вам не буду, скажу только, что она очень затягивающая и непредсказуемая. Так что готовьте свое чутье, чтобы помочь бедному Максу. Игра стоит 29 рублей, так что рекомендую. Ну а мы идем дальше, и следующий участник нашего обзора это Day Earth Survival. Перед нами ролевая игра с потрясающей визуальной составляющей и, конечно же, отменным сюжетом. Немного истории. В 85-м году СССР пал под натиском неведомого врага. В считанные дни вся страна превратилась просто в радиоактивную пустошь. Мы с вами чудом выжили, и теперь наша основная задача это разобраться во всем, что случилось. Путь наш на самом деле будет нелегким, помимо ответов на вопросы, нужно будет бороться с болезнями, голодом и, конечно же, врагами. Так что будем искать еду, оружие, медикаменты и еще многое другое. По ходу игры также нам придется посетить много разных городов и повстречать страшных зверей. Здесь на самом деле нужно приключать голову, чтобы трезво оценивать свои шансы, например, в той же охоте, или можем ли мы дойти до того или иного места. При этом не забываем о радиации, которая просто повсюду. В дальнейшем мы еще встретим других выживших, и также вас будет ждать просто масса необычных поворотов в сюжете. Игра на самом деле просто потрясающая, и нужно самим попробовать, чтобы в этом убедиться. Живой мир, масса крафтов, квеста, оружия и еще многое другое. Кстати, здесь также есть онлайн-режим с чатом, посылками и другими плюшками. Игра доступна бесплатно, так что попробуйте. Ну а теперь давайте посмотрим на отличный обучающий таймкиллер Goldmine Brainwork. Перед нами довольно веселая аркада в стилистике золотой лихорадки. У игрока есть ровно 5 секунд, чтобы выбрать правильный ответ на, казалось бы, простой математический пример. За этот правильный ответ наш герой будет продвигаться все дальше под землю в поисках золота. И думаю, как вы понимаете, чем дальше мы зайдем, тем, конечно же, лучше. В дальнейшем игра будет усложняться, и нас будут ждать довольно тяжелые задания. И если же мы отвечаем неправильно, то мы тут же проигрываем, и придется все начинать заново. Игрушка на самом деле хороша тем, что здесь идет сочетание скорости, реакции и ваших логических способностей. Мне на самом деле такая тема очень нравится, так что респект. Также меня порадовали эти забавные персонажи, их здесь реально очень много, и это очень здорово. Игрушка бесплатная, так что рекомендую. InSync, музыкальный ритм аркадов, красивые визуальные обертки. Это такая забавная инди-игрушка, где вам придется поработать конвейером. В вашем распоряжении будет 4 линии с определенными продуктами, и в нужный момент вам необходимо нажать на ту или иную кнопку. С помощью той самой кнопки мы и будем отправлять эти продукты в общий чан. Проверяем, насколько мы хороши в распределении под этот прекраснейший звук. Игра доступна за 178 рублей, и да, это на самом деле дороговато, но все же, думаю, стоит попробовать. Ну а мы идем дальше, и следующая игра это Runner Escape from Transylvania. Это история про группу друзей, оказавшихся в замке графа Дракулы. Но кто бы знал, что эта поездка обернется просто адским кошмаром для наших героев. С всех сторон на них напали монстры, вампиры и уборотни, обороняться от которых нам с вами предстоит. К счастью, в кармане у наших героев есть кое-какое оружие. В общем-то перед нами типичная платформа, в котором есть возможность стрелять, улучшать героев, оружие и приобретать бонусы. При этом, конечно же, мы будем прыгать и всех убивать. Игра довольно забавная, она атмосферная, так что попробуйте. Dawnwell классный вертикальный платформер. Это увлекательная аркада и бесконечное падение главного героя в таинственную пропасть. Ну а в том самом колодце нас встретят злые черепахи, опасные медузы, агрессивные летучие мыши и еще другие монстры. Но мы на самом деле прыгнули не просто так, у нас было даже вооружение. И этим самым вооружением являются собственные сапоги. Сапоги эти умеют стрелять, так что нам будет с этим проще. В общем-то это такая классная игра в олдскульном стиле и стоит она 197 рублей. Ну и последняя новинка на сегодня это Rally Point 5. Принимаем свое непосредственное участие в раллийных гонках. В этой игре перед вами откроется огромнейшее количество различных трасс, где вам предстоит показать лучшее время и прийти к финишу первым. Показываем свои навыки хорошего вождения по различным трассам, которые будут проложены в джунглях, горах, пустынях и заснеженных равнинах. Любителям гонок такое точно советую. Ну что ж, основинками мы заканчиваем и плавно переходим к игровым новостям. И думаю начнем сразу с горячего, а Assassin's Creed выйдет на андроид устройство 25 февраля. Я думаю, что эта новость будет просто мега радостной для многих фанатов данной игры. Наконец-то появится возможность поиграть в это творение от Ubisoft на наших андроид девайсах. Как только игра появится, я просто тут же дам вам знать. Ну а вторая новость на сегодня это то, что игра Punch Club наконец-то добралась до наших андроид устройств. Я решил это оформить именно как новость, потому что лично я эту игрушку прям очень долго ждал. В детстве наш герой стал свидетелем кровавого убийства своего отца и был разлучен с братом. Мы обещали умершему отцу, что можем постоять за себя и теперь мы должны это сделать. Теперь нам придется усиленно тренироваться, есть стейки, прокладывать своими кулаками себе путь на вершину бойцовской карьеры. Ну и конечно же нам нужно найти убийцу отца и ему отомстить. Стоимость игры составляет 199 рублей и на мой взгляд игрушка явно стоит своих денег. Ну и последнее на сегодня это Dodgy Traffic, бешеные гонки в квадратном мире. Это еще одна аркадная бесконечная игра, которая разрабатывается под андроид устройство. Разработчики вдохновлялись ретро-гонками в пиксельном стиле, но приняли решение создать игру, используя современную локсельную графику. В общем-то выглядит достаточно интересно, так что будем ждать. Ну что ж, а на этом наш выпуск подходит к концу. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть с Андроид. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.